Валентина Сарагожская была редкой красоты женщина и, безусловно, своим присутствием могла украсить любую киноленту. К сожалению, семейные обстоятельства не позволили актрисе стать настоящей кинозвездой. И все же после выхода на экраны Василисы Прекрасной зрители полюбили русскую красавицу, которая покорила их сердца навсегда. Валентина Михайловна – коренная одесситка. На свет она появилась в июне 2012 года. Ее отец служил в морском судоходстве и занимал должность капитана. После окончания школы Валя поступила в хореографическое училище. Через некоторое время она поняла, что выбрала не ту профессию и хочет стать актрисой. Несмотря на уговоры наставников, она бросила учебу и уехала в Москву. А в середине 30-х успешно сдала экзамены в учебное заведение при Театре имени Моссовета. Останавливаться на достигнутом целеустремленная девушка не хотела. И получив диплом, продолжила учебу в городском театральном училище. Кстати, по некоторым сведениям, именно в те годы Валентина решила стать Сарагошской. На телестудию она попала совершенно случайно. Кто-то из киношников увидел обворожительную студентку и предложил пройти пробы в картину Василиса Прекрасная. Несмотря на то, что у Сарагошской не все хорошо получалось, Александр Ро утвердил ее на главную роль. Картина «Василиса Прекрасная» принесла популярность не только Валентине, но и Сергею Столярову и Георгию Миллеру. Правда, их карьера сложилась намного успешней. А вот Сарагошская так и осталась прекрасной Василисой. Хотя могла сыграть еще много интересных ролей. Но, тем не менее, в копилке актрисы есть еще одна картина – шоу «Солдат с фронта». Съемки также проходили в 1939-м. Премьера экранизации состоялась раньше, чем «Василиса Прекрасная», но практически прошла незаметно. В ней можно увидеть Енину Жеймо и Алексея Концовского, которые полюбились зрителям по картине «Золушка». Из воспоминаний дочери Валентины Ирины в период съемок картины у актрисы случился роман с известным в то время акробатом Никитиным. А через год она родила сына и назвала его Валентином. Почему же влюбленные не поженились – неизвестно. Но рождение ребенка отодвинуло на второй план кинокарьеру. И все же ее знал весь Советский Союз. Мужчины влюблялись и мечтали назвать ее своей. Был пленен красотой Валентины и композитор Федор Седых. Настойчивые ухаживания и забота покорили актрису, и она согласилась выйти за него замуж. В 1942 году у них родилась дочь Ирина. Федор Сергеевич обожал малышку, но и к Валентину тоже хорошо относился. Он дал ему свою фамилию и отчество. Во время войны актриса работала в Свердловской филармонии. А в августе 1946 вместе с мужем вернулась в Одессу. Седых предложил жене подготовить концертную программу и начать гастрольную деятельность. А детей они оставили на попечение родственников. В течение двух лет они побывали во многих городах Союза. Но когда они стала мамой актрисы, забрали сына и дочь к себе. Вскоре в семье появился третий ребенок, которого назвали Федором. Разъезжать по стране с детьми было сложно. Поэтому они отдали старшего ребенка в детский дом. В 1949 году супруги получили небольшую комнату в Москве и смогли забрать Валентина из приюта. В это же время Сарагорскую начали приглашать сниматься в кино. Она и сама очень хотела продолжить карьеру, но Федор Сергеевич был категорически против. Дело в том, что композитор безумно ревновал красавицу жену и не мог допустить, чтобы к ней прикасались другие мужчины. Постоянные ссоры привели к разводу и случилось это в начале 50-х годов. Оставшись с тремя детьми, Валентина все же вернулась на сцену театра, где сыграла Джейн Грэм в «Тридцати серебрениках» и Сашу в «Живом труппе». Тогда же Сарагорская познакомилась с актером Евгением Тетериным, который в 1954 году стал ее мужем. После этого брака она уже окончательно оставила актерскую профессию. Валентина Михайловна вела жизнь домашней хозяйке, но ее периодически вспоминали в связи с различными юбилеями, связанными с фильмом «Василиса прекрасная». А она охотно принимала участие в вечерах и встречах. Но после смерти Александра Ру все прекратилось. Когда ее супруг перенес инсульт и стал недееспособен, она терпеливо за ним ухаживала, а похоронив его, пережила всего лишь на год. Валентина Михайловна Сарагорская скончалась 8 апреля 1988 года. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы Валентину Сарагорскую в роли Василисы Прекрасной. Продолжение следует... Продолжение следует...